Международный форум «Армия-2018» открывает новые возможности. В конгрессно-выставочном центре развернули свои экспозиции более полутора тысяч предприятий. Старт деловой программе дали накануне. С рабочей поездкой в подмосковную Кубинку отправился и глава Чувашии. Подробности у Дмитрия Ковалева. От современных модификаций бронежилетов до современных бронетранспортеров и танков, уже прошедших боевое крещение. А еще вертолеты, зенитные установки, Международный форум «Армия-2018» продолжают бить рекорды. В этом году здесь представлено свыше 25 тысяч экспонатов. В парке «Патриот» занята вся выставочная площадь. Чтобы рассмотреть детально каждый экспонат, и недели не хватит. Техника, представленная здесь, обеспечивает безопасность на море, земле и воздухе. Министр обороны страны отметил, что к форуму все больше проявляют интерес и зарубежные делегации. Только вместе, доверяя друг другу, мы сможем противостоять общим вызовам и угрозам, обеспечить глобальную стабильность и безопасность. Убежден, что обширная программа форума вновь убедительно продемонстрирует огромный потенциал наших оружейников, конструкторов, инженеров, рабочих. Новинок на форуме немало. Здесь модифицированы Т-90 и танк «Армата», и боевая машина пехоты «Бумеранг». Техника не только на стендах, но и на полигоне. Огневая мощь во всей красе. Большой вклад в укрепление обороноспособности России вносят и предприятия республики. В боевых действиях уже испытаны фургоны Шумерлинского завода. Таким модулям не страшны даже экстремально низкие температуры. Для нужд Минобороны была произведена и мобильная кухня. Для гостей форума приготовили солдатскую кашу. Вкусно, на свежем воздухе. Кто-то молодость вспоминает, как в армии ели. А на этом заводе выпускают ленты для автоматов, парашютов, машин, самолетов и даже ракет. Особенность данной продукции в том, что она уникальна. Она производится из специального кабеля, который поставляется в НИИ кабелестроения Российской Федерации. Этим кабелем система управления двигателем связывается непосредственно с двигателем и, соответственно, ракет летает. В том числе, например, грузовой текстиль. У нас есть такое направление. Это те ленты, которые идут в грузовые автомобили, в контейнерные перевозки и так далее. В республике производят и амуницию для военных от обуви до кобуры. Впрочем, с продукцией в заводах САН глава региона знаком не понаслышке. Вы, Николай Васильевич, же и говорите с пользователем нашей продукции. Я буду заказывать и все, ну а как? Как открытие состоялось? Нормально. На лужке сидел и 30 градусов мороз, еще нормально все. Для нас это лучшая похвала, значит, мы правильно работаем в нужном направлении. Предприятия республики разрабатывают и инновации для авиационного комплекса. Бортовой электроникой из Чебоксара оснащают истребители и вертолеты. На стендах завода и экспериментальные пульты управления кабиной самолета «Суперджет». Это у нас пробная проверка, поставить на гражданские самолеты, это «Суперджет». Значит, в принципе, интерес проявлен. Мы гордимся вашими результатами, успехами. 4 тысячи человек в целом работает, проблемы не создавали. И самое главное, заказы, качество. Цена и качество. А это инновации для флота. Первые образцы щитов автоматов завода в НИР «Прогресс» поступят на боевые катера сразу после форума. Сейчас такую продукцию не производят больше нигде в стране. На нем щиты автоматического выключателя ВА-16, полностью отечественной разработки. Я вам обещал, Михаил Васильевич, Суровов сдержал. На флот, на боевой, идут щиты с нашими автоматическими выключателями. На Международном военно-техническом форуме можно было погрузиться и в виртуальную реальность. Это трехмерная площадка крупной корпорации, в состав которой входит и Шумерлинский завод спецавтомобилей. В 3D-ЦХ пригласили и главу республики. Вы можете подходить к дверям, открывать, вот слева видите ворота, вы можете как раз к ним подойти, оказавшись внутри помещения. Да-да-да, отпускайте. Так, теперь вы можете поворачиваться вокруг себя, осматривать. Такие виртуальные площадки намерены использовать и для обучения специалистов. Мы точно так же делаем виртуальные тренажеры для того, чтобы особо сложные технологические операции над вооружением и военной техникой, по ремонту, восстановлению. Человек мог отработать эти операции. Такого рода модуль, модуль VR является неотъемлемой частью нашего программно-аппаратного комплекса графита. Данный форум должен помочь наладить взаимовыгодные контакты. У предприятий «Чуваши» появились новые партнеры. Совместные проекты намерены реализовать разработчики спутниковой навигации из Московской области. Все самые последние наработки, которые коллеги разрабатывают, внедряют, так сказать, в аппаратуру, мы пытаемся включить в состав своего комплекса. Михаил Игнатьев отметил, что предприятия республики выпускают востребованную продукцию. Они, выполняя государственный заказ по обеспечению Министерства обороны Российской Федерации, вооруженных сил Российской Федерации, по выпуску товаров оборонно-промышленного комплекса, работают ответственно, выигрывают конкурсы и получают государственный заказ на миллиарды рублей. Выставка сама позволяет здесь, участвуя на разных совещаниях, круглых столах, представлять свои предложения и знать, владеть просто ситуацией, где что происходит и к чему нужно двигаться. На форуме «Армия-2018» Михаил Игнатьев провел и ряд деловых переговоров. Глава региона встретился с министром обороны страны Сергеем Шойгу, вице-премьером Юрием Борисовым, а также специальным представителем президента Сергеем Ивановым. Итоги работы форума еще предстоит подвести. Он продлится до конца недели. Дмитрий Ковалев и Александр Петров. Республика из Московской области.